Всем привет! Меня зовут Сергей Калинин. Сегодня мы приготовим быстрый, легкий, оригинальный завтрак. Испанскую лепешку тортас с вашим любимым ароматным твердым сыром. Я впервые попробовал ее в Мадриде. Это было незабываемо. Хрустящая корочка, нежная, сочная начинка. Это было очень вкусно. Теперь я часто готовлю это блюдо дома. А сегодня научу и вас. И я уверен, вы будете в восторге. Начнем с приготовления теста. 250 граммов просеянной муки высыпаем горкой на стол. И в центре ложкой делаем углубление. А теперь вбиваем туда одно яйцо. Наливаем 100 миллилитров воды комнатной температуры. И добавляем четверть чайной ложки соли. А вот чтобы тесто получилось более нежным, добавим еще одну чайную ложку растительного масла. Теперь руками замешиваем мягкое тесто. Ну, как на пельмени. Вот посмотрите, оно уже перестало липнуть к рукам. Мы приготовим три лепешки. Поэтому тесто делим на три части. И каждую часть скатываем в шар. А теперь скалкой раскатываем наши шарики в лепешки толщиной в 5 миллиметров. Вот и все. Пришло время их жарить. На сковороду наливаем одну чайную ложку растительного масла. Выкладываем первую лепешку. Огонь переводим на средний и оставляем на 3 минуты. А мы тем временем займемся начинкой. На три лепешки нам понадобится три маленьких огурца. Чистим их. Режем каждый пополам. А теперь чайной ложкой достаем из половинок семена. Оп! Два движения и огурец без семян. Чтобы огурцы равномерно распределились по лепешке, нарежем их соломкой шириной до полусантиметра. Переворачиваем лепешку и оставляем еще на 3 минуты. И наконец-то пришло время заняться моим любимым ингредиентом – твердым сыром. Я рекомендую «Эдельвейс». Хватит всего 100 граммов. Для горячих блюд я советую брать сладковатый сыр с травянистым послевкусием. Он придаст всему блюду пикантность и оригинальный аромат. Тем более он уже нарезан слайсами. Просто берете сыр и формируете лепешку. Наша лепешка уже обжарилась с обеих сторон. На одну ее половину кладем один слайс сыра. Сверху выкладываем треть нарезанных огурцов. Добавим небольшую щепотку соли. И вот сверху еще один сырный слайс. А теперь свободный край лепешки поддеваем лопаткой и накрываем им начинку. Переворачиваем и жарим еще минуту со второй стороны. И вот так же прижимаем лопаткой. Вот и все. Ваш восхитительный завтрак готов. Наливайте кофе, зовите родных и наслаждайтесь этим удивительным вкусом. А также бесподобным сырным ароматом, который распространился по всей вашей кухне. А мы увидимся уже через неделю. Готовьтесь к новым сырным приключениям. Пока.